48 собак и 37 кошек. Для этих животных приют «Доброе сердце» стал домом после того, как их выбросили на улицу. Здесь четвероногие питомцы обрели не только крышу над головой, но и новых хозяев, друзей, должный уход и соответствующее медицинское обслуживание. При поступлении животное обязательно глистуется. То есть это прям обязательное условие в первый же день. Через 10 дней, как по правилам, ставятся первые прививки и до полной вакцинации они сидят у нас в отдельной комнате в карантине. Они сидят там в клетках, поэтому заражения никакого быть не может. После карантина животным ставят все необходимые прививки. Кошек переводят в общую комнату, а собак в отдельный вольер на улице. Отсюда все желающие могут забрать четвероногого питомца себе домой. Содержание приюта «Доброе сердце» осуществляется только благодаря пожертвованиям горожан. Кроме жителей никто абсолютно нас не спонсирует. Мы в основном всегда кричим, что не обязательно нам деньги давать. Если человек привозит вакцину, медикаменты, наполнитель, корм, это наоборот даже еще лучше. В прошлом году организация «Доброе сердце» выиграла окружной грант в размере 465 тысяч рублей. На эти деньги общественники делают ремонт еще в одном здании приюта. Здесь также планируют разместить кошек. Предполагают активисты «Доброго сердца» улучшить условия проживания и для собак. Согласно российского законодательства, все животные должны проходить вакцинацию от бешенства. Прививка ставится один раз в год, о чем в индивидуальной книжке четвероногого питомца делается соответствующая запись. Ветеринарный врач Анна Иванова в «Доброе сердце» приехала не с пустыми руками. Для всех здоровых кошек женщина привезла вакцину от бешенства. Мы провакцинировали пока 20 кошек. В последующем провакцинируем остальных животных, которые здесь находятся, и собак в том числе. То есть часть животных уже привиты вакцинами против инфекционных заболеваний. Прививки против бешенства с 2012 года в России ставят бесплатно. В приют для бездомных животных для проведения массовой вакцинации ветеринарный врач приехала впервые. Подобные акции станут регулярными. Ведь проще приехать одному ветврачу, чем возить в клинику по одному-два животных. Вакцинация животных от бешенства обязательно, потому что бешенство является зооантропонозным заболеванием, то есть общим между человеком и животным. Поэтому, дабы исключить источник заражения человека, нужно вакцинировать всех домашних животных, плотоядных. То есть это кошки, собаки, хорьки. Вне зависимости, живет он у вас дома, выходит на улицу, обязательно животное должно быть провакцинировано против бешенства. Немногим питомцам приюта нравится вакцинация. Некоторые кошки начинают громко мяукать, шипеть и даже проявлять агрессию. Это они от страха, комментирует Анна Иванова. Вакцина, которую вводят кошкам, представляет собой комбинацию белка и антигена. Она совершенно безвредна для животных и не вызывает у них никаких аллергических реакций и побочных эффектов. Екатерина Склюева, Денис Гимб, Новости Губкинского. Денис Гимб, Новости Губкинского.